Привет, дорогие друзья. Ну вот я и дома одна. Чего это у меня тут Декстер кашляет? Точнее, как одна. Зуля уехала. Я дома весь июль. У нас июль в Швеции. Вообще месяц отпусков, поэтому мало кто вообще есть в офисе. Кто-то работает из дома. У меня на сегодня огромная... На сегодня пятница. Огромная куча... Ну что ты, зайчик мой? Что-то попало в голову. Куча белья, чтобы погладить. Это постельное белье и одежда. Мне надо потихонечку начать собираться в отпуск. Точнее, не то чтобы собираться, а хотя бы думать, что я с собой возьму. Потому что в Италии обещают, что будет невероятная жара. Вроде бы как плюс 36. Я сейчас проверю. Но вот, да, по крайней мере, всю неделю, начиная с сегодняшнего дня, 35, 36, 37. Ух... Я, честно говоря, даже не представляю. У меня не так много настолько легкой одежды. Ну что-нибудь я придумаю, наверное. Я заказала вот уже шорты. Новые должны прийти. 37. И... Ребята, кто живет в Италии? У меня же есть подписчики из Италии. Вы как выживаете? Может быть, надо взять этот вентилятор или этот веер? Хотя, я не знаю, если такая жара, только горячий воздух разгоняется. А, наверное, нужно взять это... Спрей просто для лица. Водичка брызгается. Может быть, это поможет. Я, честно говоря, не знаю, как в такую жаркую погоду. Понятно, если дома кондиционер есть, а на улице-то как жить? Напишите какие-нибудь подсказки, кто живет в жарком климате. Как вообще спасаться? И написано тут, значит, пишут советики Apple, что используйте санскрин. Точнее, как это, протекцию от солнца до шести вечера. Обычно до четырех только пишут, до шести. Привыкла я к нашему холоду. У нас сейчас 14 градусов на улице. Я, видите, в кофточке сижу. Ладно, пойду я поглажу эту кучу одежды. Готово. Все перегладила, сложила. Здесь постельное белье, одежда. Молодец, Настя. Я сегодня с утра прочитала комментарий такое к моему видео последнему, где я провожу быструю уборку дома. Настя, почему вы не пользуетесь, почему вы не вызываете клининг, не чувствуете ли вы себя домработницей? Это, наверное, то же самое, что спрашивать человека, воспитывающего своего ребенка, не чувствуешь ты из себя няней. Или человека, который готовит ужин на всю семью, не чувствуешь ты из себя кухаркой. Я же не в чем-то доме убираюсь, я убираю в своем доме, убираю свой дом, который я люблю. Я понимаю, если бы у меня не было времени, если бы я была занята, или мне даже просто настолько это не нравилось делать, что не хочу, тогда зачем бы я через себя переступала и убирала, правильно? Я бы тогда сделала все, чтобы у меня была домработница, которая приходила бы и делала это за меня. Но у меня это, во-первых, контент, во-вторых, мне это нравится, периодически хотя бы. В-третьих, что плохого движения? То же самое про садовника. Я раньше тоже думала, как мне минимизировать вообще любые движения? А потом я вспоминаю, что движение на секундочку – это жизнь. Ну, окей. Можно, конечно, поставить здесь робот, подстригатель травы. И я бы, наверное, в следующем году даже хотела бы это сделать. Но пока этого нет, это не наказание какое-то пойти покосить траву. И вот я тоже, кстати, вам советую пересмотреть просто отношение к тому, что нужно сделать какие-то вот такая физическая, рутинная работа, типа полисошение, кошение травы, перестилание постельного белья, которое, кстати, я не очень люблю делать. Но это все, пока вы там двигаетесь, одеяло взбиваете, газонокосилку толкаете, это как раз и есть самое основное движение. Вот все эти рутинные домашние дела, которые вы делаете каждый день, это и есть основа, как это сказать, здоровья, что ли. То есть если вы, например, пошли в понедельник, занимались тренажерки, прям молодец, а во вторник сидите и ничего не делаете, то все, что вы сделали в понедельник, обнуляется. Поэтому вот это, знаете, присесть за кастрюлей, чтобы вытащить ее из ящика, и вот это вот такие вот, подняться по лестнице, спуститься по лестнице, это самое полезное движение. Поэтому если кто-то из вас, например, не любит убираться, но по какой-то причине не можете взять себе сейчас помощь, клининг, домработницу, думайте о том, что каждый раз, когда вы это делаете, вы прямо молаживаете каждую клеточку, вы делаете себе так хорошо, прям представляете, как вы это делаете, и вы увидите вообще огромный результат. Так что нет, не чувствую я себя как домработница, чувствую себя как человек, убирающий свой дом. Сегодня у нас пятничный Фредокс Мюс, это значит комфортная еда, в общем ничего не готовим, тут стеклянная лапша, салат, цветная капуста, рис, это мама, тут фасоль, эти, ну типа пельмешки, тут разные сутки со свининой, и вот такие вот лепешки правые, забыла, как они называются, бау что ли, что такое. А пока ем еду из коробочки, я начала смотреть, что показули, здесь была сериал Метод, но его нет нигде на официальных сайтах типа Старт, где я обычно смотрю русские сериалы, поэтому я его смотрю на телефоне, просто где-то стримлю. Первый сезон пока, но мне очень нравится. Доброе утро всем, у нас сегодня особенный день, мы уже оделись и готовы ехать в центр города. Сегодня у нас будет шопинг для Ярма, мы ему обновляем гардероб, мы вообще ему очень давно ничего не покупали, он бедненький, несчастненький, без обновочек, да, Ярма? Да. По списку нам нужно купить даже два костюма, надеюсь, мы найдем цвета и размеры в этом магазине, в который мы едем. Первый у нас будет Сют Саплай, это, по-моему, нидерландский магазин же, да? Теперь будет завтрак. А, да, во-первых, мы едем позавтракать, мы еще ничего не ели, кроме кофе. Ну что, поехали с нами. Мы уже подъехали к месту, где хотим позавтракать, называется... Покажу. Называется это место Грисиспу, типа жирная ложка, но обычно сюда большая очередь, нужно ждать. Посмотрим сейчас июль, может быть... Нет, там очередь есть. Ладно, посмотрим, сколько у нас времени займет позавтракать, добраться до стола. Ну что же, максимальное время ожидания один час, возможно, и раньше нас позовут. Мы сейчас можем пойти погулять, нагулять аппетит. Ярма, конечно, с недовольным лицом идет, потому что вообще-то, как бы... Он не рассчитывал тут гулять, а рассчитывал просто взять и поесть. Ну ничего, сейчас проголодаешься еще побольше. Погулять тоже хорошо перед едой. Какой недовольный это вообще. 40 минут спустя мы внутри. Мы пытались найти даже другое место позавтракать. Думаю, может быть, где-то более свободно, но везде огромные очереди. Вот именно такие места популярные, прям по 20 человек очередь. Так что мы внутри ждем наш завтрак. Вообще вот такое вот место приятное. Там сейчас нам где-то все готовят. Здесь тоже много окон. Вообще довольно большое кафе, но здесь всегда-всегда все занято. Особенно по выходным, может быть, по путнему, по свободнее. К нам прибыла еда. У меня здесь пинцовый салат на кислом хлебе. Сверху яйцо и, по-моему, какой-то соус забыло такой. Также она напополам. Вот такие вот блинища с голубикой. У меня мимоза. Чай, рогрейл, ярмашок, шуха. Беконная Владимир и кофе. Приятного нам аппетита. Я уже так объелась. Это просто гигантская порция. Это нереально. Я не знаю, мы точно не закончим. Если только ярмасилят. Мы объелись просто до отвала. Блинчики не доели. Это вообще была плохая идея их заказать. Это не блинчики. Это торт на четверых, как минимум. Хорошо бы сейчас, конечно, было походить погулять. Но у нас план. У нас дела. Ну, мы примерно сейчас погуляем. Будем двигаться все равно. Особенно ярмар, раздеваться, одеваться, примерять. Одежду разную. Я вам что-нибудь, может быть, покажу, что у нас получается. Какая интересная машина впереди. Розовое зеркало. Мы добрались. Самый классный магазин. Мужской одежды. Да иди, не бойся, я тебя не снимаю. Мне очень нравится. Какой там стиль. И качество. Зашли теперь в Джей Линберг. Это тоже один из любимых брендов. Хэгбосс. Следующая остановка. Сейчас будет третий. Мы приехали в наш шоппинг-центр, который рядом с домом. Сейчас пока ехали, перед нами Хорж Каррера. Спортивная такая машина. Ярм говорит, он пытается от себя уехать. Он прям так быстро едет, а мы на Ярминой электромашине. И тот прям такой, там уже слышно. Он такой все. Я нажимаю педаль газа. Его быстро отгнала, и мы на светофоре с ним стоим вдвоем. Он такой, ну давай. Капец, уже смотрим, так вот взрослый дядечка там сидит. Я со светофора прям педаль газа. Он у нас сейчас сзади остался. Потом пытался еще меня обогнать. По дороге я снова. Быстрее нажал на педаль газа. У него снова не получилось. Он, видимо, так разозлился. Я уже, когда ему разрешила, разрешила нас обогнать, он опять такой. И убежал. И такой, конечно, адреналин. Знаете, когда такая электромашина, которая просто невозможна обогнать даже какой-нибудь мощный порш. Я в рамках приехала. Такая хай. Как это? Это как после шота адреналина. Класс. Последняя примерочная. Сижу за стеной. Я уже так устала. Я хочу сесть, сидеть. Думаем еще, что сегодня поесть. Честно говоря, готовить ничего не хочется. Потому что устала. Так что надо еще подумать, стоит ли вообще есть. Все. Я выполнила свой долг. Мы ярманы купили всего. Я не купила ничегошеньки. Даже никакой маленькой-маленькой штучки. Ничего. Давайте вам покажу, что купили ярманы. Потому что все равно мне нужно распаковать. Тут обувь есть, чтобы поприветствовать новые вещи. Welcome их домой. В новый дом. Так, ну первое у меня тут вытаскиваю, что обыкновенные черные джинсы узкие. Тут ничего особенного интересного. Человек в карман. Кладная кожа. Она такая приятная-приятная. У нее уже очень нежная кожа. Ему надо, чтобы весь материал был такой нежненький. Для него это было очень нежненько. Дальше я не могла пройти мимо вот таких вот плавок. Обожаю синий цвет. Кабальт. Гриарма. Цвет такие нужны. А здесь еще удобный такой крючок, чтобы, видимо, сохли. Это Джей Линберг. Шведский, по-моему, бренд. Или датский. Дальше. Сюд сеплай. Сюд сеплай. Мы купили костюм. Но он будет... Его будут шить. Его нет в наличии. Просто выбрали из какой ткани, какую модель. И он будет где-то через 2-3 недели. Нужно будет пойти туда снова примерить. Если все хорошо, все хорошо. Если нет, они там кое-что доделают. Мы там еще взяли обувь. Вот ее надо распаковать. Как раз таки, чтобы она уже носилась. Это я Ярма подарила. Такие белые кроссовки. Он хотел белые кроссовки. Я хотела взять ему веха такие модненькие, типа, как у меня. Но он не хочет модные. У него другой стиль. Он хочет лаконичные, чтобы никаких брендов не было. Просто белые. Пожалуйста. Они очень классного качества. Вообще кожа пахнет. И удобные, я вам сказала. Что еще надо? Добро пожаловать. Добро пожаловать домой. И вот такие все-таки кроссовки еще важно не носить темными синими джинсами. По крайней мере, которые касаются края. Либо их тогда загнуть, чтобы они не касались края. Хотя, если их загнуть, то они могут даже касаться края. Потому что изнутри они обычно не линяют. А если в полную длину, вот просто было такое уже у нас, обтирается краешек темных джинс, красят белые кроссовки. Вообще, лучше такие, конечно, носить и без носочков, чтобы было видно щеклотку. Это же летние обуви, Пальфон, как раз. Или без носочков, или с маленькими невидимыми носочками, короткими. И еще очень удобные лоферы. Мне они напоминают очень лоферы Лора Пьяно. У них такой цвет красивый, капучино. И они удобные. Их просто надел и пошел. Очень удобные. И ко всему подходят. Классные лоферы. Надо вклеить всякие наклейки какие-то. И все, видите, еще так упакованы. В мешочки. Так что, если встретить такой бренд, там продаются только мужские вещи. Сют Сеплай. Очень рекомендую. Для ваших бойфрендов, мужей, братьев, пап. Вообще, на любой вкус. Вот и все. А мне ничего. Вы заметили? Ничегошеньки. Может быть, я поэтому еще так устала. Я проспала так долго. Только проснулась. Смотрите, как ярмогоритонам положил еду. А это даже не шевельнулся. Лежит. С мамочкой спит. Да? Котеночек мой маленький. Так, я встала. Полила первым делом свой огород. Вы посмотрите, как у меня разрослась мята. Обалдеть. Было два малюсеньких кустика. Она прям... Ух! На весь горшок нужно срочно делать мохито. А еще, кстати, очень классно добавлять мяту. Мы выяснили недавно Зули. Какие-то острые блюда. Это такой классный контраст. И у меня, кстати, начали уже завязываться помидорки. Вот на этих кустиках, хотя вот это более солнечная сторона, почему-то я нашла только две. Вот одна. И где-то была еще вторая. Даже ее сейчас не найти. Не знаю. Где-то там я ее видела. А вот на том кусте, который... Точнее, в том горшке. Вот смотрите, он даже сейчас в тени под этим деревом большим. То есть солнце будет на нем только попозже. Но здесь столько помидорок уже. Вообще, вот я даже открываю. Смотрите, видно? Сколько там уже помидорочек. Ягодочки. Вот какие малюсенькие. И уже пахнет очень ароматной листики. Так что после отпуска, думаю, мы вернемся. И я буду собирать, делать салатик из наших... Даже не салатик, я их просто буду так есть. Из наших помидоров. И вообще, я, знаете, если мы купим этот дом в итоге, ну, либо любой другой дом, в доме, который мы купим, который будет наш постоянный, я разобью красивые грядки. Я буду выращивать вкусные огурцы сладкие в парниках. Еще чем-нибудь. В картошку, может, даже. Не, на картошку колорадский жук летит. Ну, что-нибудь еще из овощей. Вкусное. Эх, у меня будет такой сад. А, еще, кстати, по поводу цветов. Мне почему-то не нравились... Как их называют-то? Ну, почему каждый раз, когда я включаю камеру, он перестает это делать? Он сейчас так смешно бегал за бабочкой. Вот, это, вы знаете, просто такое невозможно записать кошек нормально. Только начинаешь записывать, все. Перестали делать смешное. Закон подлости. Так, побежал... Макс! Просто второй день уже охотится на всех наших кошек. Скоро буду изолировать его. Питуни. Про цветы, которые я говорила, питуни. Представляете, мне пришлось гуглить. Просто вылетело из головы все. Невозможно вспомнить. Я все время думала, что питуни какие-то такие цветочки, вяленькие. И тут я вот у нетипичного садовода, которую девочка Анна Акинина, которую вы мне порекомендовали смотреть про все это садоводство и туи. Я у нее даже покупала курс, она рассказывала очень классно, как за ними ухаживать, как ухаживать за газоном тоже. Так вот, у нее в инстаграме она показывала, как она приходила к подружке. Там такие кусты питуни. Это так красиво смотрится, я думаю. Мне нужно... Я-то представляла все время, понимаете, питуни, вот как они висят на балкончике. Знаете, такие полуживые, половина из них сухие. Правда, у меня Зуля говорит, что нужно... Они, ну, как ромашки часто вянут, и нужно их подрезать. Но мне это даже понравилось. Вот я попробовала на ромашке, на которую я вас жаловала, что они так быстро вянут. Но это, видимо, просто у них цикл роста такой. Я сначала не понимала, думала, они как распустились, так все лето и должны стоять. Оказывается, нет. То есть, они... Цветочки вянут, я их обрезаю, и там новые распускаются. В итоге у меня все время это выглядит свежо. И мне даже нравится этот процесс без садовника, знаете, когда я сама это делаю. Где-то я вижу сорняк какой-то, мне нравится этот сорняк убрать вот на своей грядке. Меня что-то так потянуло на все это огородство, садоводство. И прям сижу, вот так надо смотрю и мечтаю. Как бы я тут по... Вот там теневая сторона, да, у нас... Около той. И я прям представляю, как бы я посадила туда где-то гортензии, где-то... Рододендроны. Ну, в общем, надо еще как-то там какие-то композиции бы сделать. И мне все это лето, у меня все было бы в цветах. Так было бы красиво. И я думала, какие-нибудь белые цветы и нежно другого цвета какие-то. Может быть, яркие я бы... Хотя, если петуни, они же одногодки, можно и яркие посадить. Надоело в следующем году другого цвета. Ну, в общем, во мне пробуждается садовод, рождается садовод. Мне вообще нравится. Помидоры сделали свое дело. Взяла несколько ростков, посадила и все. Как только начали завязываться помидорки, я думаю, почему я не посадила больше? И огурцов, и кабачков. Все хочу. Блин, как бы я тут это раздел... Как бы я тут все организовала грядочки, мимо которых ходить. Прям такой красивый огород был. Класс. Пирожочек пришел рядышком со мной полежать, да? Поближе к мамочке. Мой котеночек. Ветрено так у нас сегодня. Хотим с Ярма поехать на байке покататься попозже. Но посмотрим. Возможно, Лень возьмет свое, и мы просто будем лежать весь день. У нас с Максюшечкой время вдвоем. Я тут лежу в телефоне, залипаю, и он рядышком со мной развалился. Вот он любит так прийти, когда никто больше не пытается занять мое время, ни с кем не соревноваться. Любит лечь. Пирожулечка моя сладкая, да, мой котеночек, маленький мой, да, моя пупсечка, мой зайка, Масечка. Масечка моя сладкая, да, мой котеночек, маленький террорист, да, чуть-чуть есть? Байкеры готовы. В общем, беру собачки, потому что мы поедем в город. Не только будем кататься, а еще погуляем, а на улице у нас тут солнечная погода. У меня под курткой только одна футболка, и взяла с собой на всякий случай джемпер в сумку, потому что может стать прохладно. Готово. Мы приехали в город. Вообще план был такой, чтобы приехать здесь в самом центре. У нас есть красивый очень цветочный магазин, и там внутри кафе. Но у нас здесь вообще все цветочные магазины, которые именно продают для огородов цветы, они все очень красивые. Но он работает только до четырех. Так, все закрыто, я надеюсь, там не ветрено. Поэтому план Б, мы на очень красивом месте. Мы сейчас хотим пойти, найти здесь где-нибудь кафе, посидеть, посмотреть на воду. Вот как раз какое-то кафе здесь есть. Мы уселись перекусить, ну, пообедать на самом деле. У меня обыкновенный сэндвич с сыром, с ветчиной. Вы посмотрите на извращенский сэндвич ярмом. Это фрикадельки. Это очень по-шведски. Внутри какой-то свекольный, свекольный, как правильно, салат. Фрикадельки, бейгл с фрикадельками. Нормально вообще? Ну, попробуй, как вкусно. Вкусно? Вкусно? Вкусно. Какая огромная ворона. Ворон. Он не сможет и не кошка, но он же слышит кас-кас-кас. Деловой такой. Мы сидим с ярмой, думаем, что нам сегодня поесть вечером. И решили, что нам нужно сделать гриль. Ярма разморозила мясо. Халуми мне еще надо купить. Я не очень люблю мясо на гриле. Ну и вообще вот так вот кусок мяса. Я могу его есть, наверное, как фарш. Там приготовленный такой чиликон-карни. А вот кусок мяса мне что-то совсем не хочется. Я... Странно. Очень странно. Не знаю. Мне кажется, странно его хотеть. Халуми я вместо этого буду. Еще у меня там разные овощи. Я, кстати, я получала комментарии, вот буквально сегодня прочитала. Настя, ты там показывала, как ты делала овощи разные на гриле. Пришли ссылку. А я постоянно показываю, как мы готовим на гриле. По крайней мере, что мы готовим. Поэтому даже не знаю, где это видео. Но сегодня, я думаю, что я сейчас приеду. И я вам прям запишу видео. Покажу, как я это подготавливаю. И потом, как эта ярма будет жарить. И даже редиску на гриле готовлю. В общем, посмотрите. Кто любит овощи, вам понравится. Мы встали за стола. И у меня там остался хлеб немножко. Это дворишка. Прискакал. Просто такой хромой, знаете, капитан. Пришел. Он хочет все в рот засунуть и улететь. Но не получается. Рот маленький. Жадюга. Нет, почти, почти. Блин. Давай, давай. Вот, почти получилось. Еще чуть-чуть. Сложи вместе. Да. Не урони. Так, у меня здесь идет прямой эфир. Вот как раз от этой Анны Акининой. Она рассказывает про грядки, про полив. Мне интересно. Я тут почистила кукурузу. Скоро я буду готовить. Пока я замочила овощи. Особенно редис, чтобы он там, вся земля с него сошла. Морковь у меня прям вот такая вот на этих штучках. Вот сама бы растила. Просто выкопала бы из грядки и все. И здесь отвариваю картофель. Дальше начну подготавливать. Все вам покажу. И что, у нас уже время близится к вечеру. Мы начинаем подготовку. Я начинаю отразогревать гриль. Он там мясо себе маринует. Соус делает. Кстати, там есть этот соус уже. Нет? Нет. Закончился? А я буду подготавливать овощи. Сначала я подготовлю соус. Точнее, как типа маринада, которым я буду мазать некоторые овощи. Давайте я вас поближе возьму. Так. Сюда наливаю масло. У меня авокадовое масло. Также бальзамический уксус. Перец. Соль. И выжимаю чеснок. Моей новой супер-чеснокодавилкой. Так. Теперь мне нужна кисточка. Все это размешиваю. Соус готов. Теперь разрезаю на три части кукурузу. Я иногда ее в шкурке готовлю. Но тогда вкусно очень получается. Но нужно ее прям в перчатках разделать. Потому что все такая грязная. Сейчас буду без шкурки. Дальше. У меня здесь вот такая вот капуста. Конусообразная. Я даже не знаю, как она называется. Правильно. Ее разрезаю пополам. Морковки тоже разрезаю пополам. Хотя, если они более маленькие, может быть, и целую можно. Но так она быстрее приготовится. Редис тоже пополам. Редис тоже пополам. Помидор пополам. И убираю сердечко. Сердцевину. Сердечко. И так. Перец у меня тут уже почти готов. Его просто тоже такими полосками нарезаю. Перец только ягоди есть. Поэтому я тут взяла красный. Я даже не буду его разрезать. Желтого достаточно будет. Ярма не особенно на овощи налегает. Так что это, в принципе, все мое. Баклажан я режу. Так, попочкой отрезаю. И я режу его вдоль, а не кругляшками. Таким образом, меньше шанса, что он подгорит. Как-то легче контролировать готовность. Да, вот так вот уже три куска будет. Норм. Ну что же. Осталось разрезать халуми. Здесь много ничего не надо делать. Его просто нужно разрезать пополам. Ярма там начала уже разогревать гриль. Так пахнет углями вкусно. Он даже уже тут у нас, он такой, ну вообще, этой фирмы, по крайней мере, которую я покупаю, он уже такой предразделенный. Вот, две части халуми. Так, картошку чуть попозже будет. У меня здесь отваренная картошка маленькая. Теперь сюда выкладываю капусту. Сюда же пойдет кукуруза. Сюда морковка. Перец. Перец сюда. Дальше мне понадобится сливочная масса. Я его так как-то стараюсь распределить чуть по маленьким кусочкам. Но можно его, конечно, растопить. Будет замечательно. Но мне лениво. Так что его просто... Оно будет потом перемешиваться все в этой чашке. То же самое на эти овощи, на кукурузу. Можно, конечно, и растительным. Все это сделать. На сливочную, это вкуснее. Сюда, на капусту. Капуста сначала так будет жариться. С этой стороны как раз масло растает, а потом ярма ее перевернет. И она будет жариться на другой стороне. Все это соль, перец. Эти части готовы. Все. Больше ничего с ними не делаю. Теперь баклажаны. Я их с двух сторон обмазываю вот этой вот штучкой, которую я только что приготовила. Чем тоньше баклажаны, тем быстрее они не сгорят на гриле. Поэтому я такими достаточно толстыми делаю. Это очень вкусная штука получается. Очень рекомендую. Очень просто. Растительное масло, бальзамический укс и чеснок. Соль, перец. И помидоры. Это этим же раз остатки выкладываю тоже сюда. Кстати, можно еще и спаржу, но просто я что-то про нее забыла. Я на гриле обожаю просто овощи. Больше, чем мясо, сосиски. Я могу без всего этого грелить. Вегетарианский гриль, это прям мое любимое. И теперь я готовлю мою любимую картошку. Просто сюда кидаю. Можно было даже побольше сварить. Так. Теперь мне нужна картоха-давилка. Я просто приминаю. Раздавливаю как бы. Можно и не давилкой, а ложкой. Можно так. Я should have. Готово. Сверху нее тоже кладу сливочное масло. Ну, опять же, если растопить, будет еще удобнее. Replace it. Yeah, we can exchange it. Сверху перчем. Угу. Ну, собственно, все еще. Теперь все это тоже солю. Сверху перчу. Я со своего огорода маленького сорвала петрушку. Ее сюда тоже. Ну, вообще любые травы сюда можно, кто что любит. И вот такой вот тонкий лук, чайпс. Не знаю. Он не... Это не как зеленый лук, а это прямо такой тонюсенький. Тоже сюда покрашу. Пармезан. У меня такая специальная терка для пармезана. Все это сверху натираю, закрываю пармезаном. Сейчас я подожди, сниму это только. А ты уже готова у тебя там? Да. Сейчас. Хочу показать, как у меня там все уже организовано. Только да, есть вот я вам сейчас сказала, что будем внутри. Сегодня у нас на улице похолодало. Точнее, днем было тепло, а сейчас прохладно. В общем, вот в этой штуке она идет на гриль. Будет очень вкусно. Ну, вот то, что я люблю есть. Мое любимое. Не знаю, что из этого Ярма решит попробовать. Потому что ему надо, в принципе, только мясо. Посмотрите уже, как красиво все выглядит. Если вы удивляете, что редис на гриле, вы сначала попробуйте. Процесс идет. Шеф тут готовит, старается. Очередь картошки. Я уже есть хочу мясо. Холунечка у меня там лежит. Красота какая. Полосочки. Они пока не готовы. Их тоже надо полосочками. Холуми надо прям быстренько. На самом деле надо, чтобы он просто стал мягким. Он очень быстро готовится. Полосочки хорошие тоже, да. Как только холуми мягенький, значит он готов. А мясо? Как ты понимаешь, что мясо готово? Я только пробовала. Чтобы тоже мягкое было, да? Да. Мягкое. Чуть-чуть. Но чтобы внутри не до конца готовое было Ярма любить. Неполные прожарки, конечно же. Хорошее мясо вообще не надо полностью прожаривать. У Ярмы папа не любит. Он любит, когда прям well done. Когда прям очень до конца прожарено, без крови совсем. И он в ресторане как-то заказывал такой стейк прожарки well done. И шеф отказался так делать. Сделал ему medium. Это должно быть, антрекор должен быть medium или medium. Ну да, потому что тут жира много. Приятного нам аппетита. Эта тарелка самая красивая все же. Ну что, мы садимся ужинать. После этого, может быть, посмотрим какой-то сериальчик. А время, между прочим, уже без 10.9, поэтому скоро спать. Завтра в тренажерку, Ярма работать. Вам хочу сказать спасибо, что провели со мной эти несколько дней. И увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.